Друзья, всем привет, это Мификал-подкаст, и снова вместе с вами Рустам Хакимов, Айдар Нагуманов и Данил Пересторонин. Ребят, я думаю, настало время раскрыть карты. Давайте расскажем сегодня, кто у нас прячется. Наши настоящие имена. Нет, мы расскажем нашим уважаемым зрителям, кто у нас прячется за диваном. Друзья, рад представить, это Леша Стрельцов. Привет, Леша! Привет, привет. У нас есть новый участник, которого мы не будем видеть. Точнее, мы-то не будем видеть, а вот... А для вас он будет взяток. Мы тоже не будем, я его тоже не вижу, если честно. Да? Да. У тебя же катаракта, да? Я забываю. Извини. Леш, как настроение? Ничего страшного. Отлично, отлично. Все, самое главное, чтобы у тебя все было хорошо. Спасибо. Итак, давайте мы тогда будем начинать наш невероятный, ни на что не похожий Мификал-подкаст. Давай, что, о ком речь сегодня? О чем? Сегодня мы поговорим про Желтого Императора. Китай. Китай. Китайский миф. И даже скажу больше, это, наверное, миф о том, как зародился вообще Китай. Ох ты. И в целом, грубо говоря, о прародителе всех китайцев. Некоторые китайцы так считают. Это непопулярная тема, да? Я впервые слышу вообще про желтейшего из желтейших. Ну, у нас. Его так и называются. Ваше желтейщество. Этот император получается, как Адам и Ева, только у китайцев. Ну, да. Получается. Как Адам, получается. Он за двоих. Он за двоих. Прародитель. Желтизны. Он родился от желтка. И что? Еще варианты про желтых. Друзья, до начала выпуска была еще шутка про то, что он между красным и зеленым светом светофора. Что мы еще там? Царь миньонов. Царь миньонов. Императоры бывают разные. Желтые, белые, красные. В общем, много шуток, но, в принципе, все. Мы же все закончили на... Все. Ну, все. Рассказываем. Рассказываем больше не будет. Хорошо. Короче говоря, 4,5 тысячи лет назад в Китае зачатый от молнии появляется мальчишка, которого изначально назвали Сянь-Юань. Подожди, а может он был зачат Зевсом, получается? Может. Он же тоже кромовержец. Скажем так, Зевс пыльнул свою молнию. Кинул молнию. Все переплетено. Да-да-да. Согласись, это редкий случай для акушерии вообще. Чего? Ну, там, ну, типа, как зачалик-то. А-а. Молния. Ну, да. Девочки, работайте. Чего вопрос задаете? Родился-родился. Или от Тора. Тоже прикольно. Да это же было не так, наверное... Кинул Мельнер. Это же было так, что девчонка такая пришла домой. Ну, говорит родителям. Мам, пап, я беременна. И они такие, кто он? Да, кто? Батя же строгий, ну, китаец такой, серьезный. Кто это? Что произошло? Да дождь был. Молния шарохнула. Я не знаю, как вам это объяснить. Короче, вы не поверите. Молния. И они такие, ну, ладно. Так и запишем. Назвали, в общем, этого детеныша Сянь-Юань. Что означает в дословном переводе колесница и оглобля. Честно, признавайте, кто знает, что такое оглобля? Ну, это такая ряха, мужик здоровый. Нет. И все проблемы решили. Мне кажется, это был лыжник такой здоровый, оглобля. Вы что, правда? Получил оглобля. Мне кажется, это как палка какая-то. Это палка такой здоровенный. Дубина. Колесница-дубина. Колесница-оглобля. Может, громотвод получается, раз, ну, уж молния. Наверное, громотвод. Было бы логично, да, если бы это было? Колесница и оглобля. Ну и ладно. Священным цветом этого человечка был желтый цвет. Удивительно. Да. Потому что плодородная почва возле реки Хуанхэ, знаете, такая есть в Китае, была желтого цвета. Вот здесь картиночка, кстати, прикольно выглядит. Зацените. В общем, рядом с которой где-то в горах Кунь-Лунь, в общем-то, где считается, что зародилась китайская цивилизация. Даже, наверное, не китайская, а вообще, ну, в Китае считалось, что вся цивилизация там зародилась. Он там и правил впоследствии. Этот человечек. Да. Его потом уже назвали, когда он стал императором. Каким-то, в общем, образом он становится императором. И, ну, что, так получилось. Стал человек императором. Объединил под своим влиянием горы. Его описывали, его, во-первых, назвали теперь уже Хуанди. Без оглобля. Как Циньши Хуанди. Да. И, друзья, здесь один маленький момент. Небольшая пауза. Во-первых, предлагаю всем поставить видео на паузу, поставить лайк, написать комментарий. И, если вы не смотрели, зацените видео про Китай, которое у нас выходило не так давно. Про Циньши Хуанди. Офигенный ролик. Нам он больше всех нравится. Это мой любимый. Да, правда, нам очень нравится, а там почему-то меньше всего просмотров. Поэтому посмотрите, если еще не видели. Рекомендейши. Ну и, конечно же, подписаться. И, конечно, да, в конце концов уже сколько можно. Подпишитесь на канал. Не зря ты сел, а. Хотите, расскажу, как он выглядел? Это-то Хуанди. Хуанди, Хуанди. Может, опять покажешь? Безумно. Я думаю, фотографий нет, да? Фоток не сохранился. Просто какого-то китайца ставить, как бы, но мы все поймем, что это поклеп. Просто фотка неба, где, как бы, ну, гром, молнии. Да. И желтая река. Короче, у него было лицо дракона. Бау. Солнечный рок. Один. Один. Которым он бодался со своими врагами. И четыре лица, чтобы он мог смотреть... Во все стороны. Во все стороны. Да. Не подкрадешься. Чудо-юдище какое-то. Очень, типа, считалось красиво это. Ага. То есть, ну, понятно. У него четыре варианта лица есть, как правило, да? Ну, лицо дракона и почему-то еще четыре их. И еще рок. Ну, какой-то мозг. Ну, вот непонятно только, я не понял, если честно, рок один был или все-таки на каждом? Из каждого лица. Из каждого лица рок. Не знаю. Сколько жен, столько и рогов. Жен было больше. Жен еще больше. А, здесь, типа, прикол, что... Прикольчик, да. Ну, да, нормально. В общем, если верить, опять же, древним китайцам, он их якобы всему научил. Научил делать топоры. Научил делать луки, платья. Имеется в виду одежда... На выход, в пятницу. В целом одежда имеется в виду. И он, кстати, тот человек, который разделил женскую одежду и мужскую. Это важно. Типа, до этого все одинаково ходили. Просто в полотенце завернулись и погнали. Полотенце. Здорово. Такой прикол. Ну, у них же все шмотки, как будто они в полотенце завернули. В простыне даже больше. Китайцы? Да. Да, они, по-моему, вообще хайпово одеваются. Да нет, у них вот такие рукава длинные. Да-да-да. Как будто полотенце свисает. Это насколько я... Я буду гнуть линию до конца. Это же кимоно. Вожатский номер просто, да, всегда. В простыне там. Да-да-да. Есть подручные средства. Короче, помимо того, что всех из полотенец переодел в кимоно, он научил обрабатывать людей металлом, научил делать колокола и священные треножники для жертвоприношений. Такой достаточно широкий у него был кругозор. Да, еще колодцы и телеги. Оглобли. Оглобли это сходу. Так, короче, первая оглобля. Первый урок. Колесница. Колесница еще, да? Да, и колесница. А еще ступки. Что? Ты сегодня очень странные слова говоришь. Что такое ступка? Слушай, ступка, блин, для приготовления всяких, ну, еды там. Опять палка какая-то. Ступка. Что ты орешь на него? А что? Объясни нормально. Господь с вами. А баба Игоря же тоже ступили. А, точно. Теперь понятно. Теперь все стало на свои места. Он, в общем, был для китайцев, ну, вот этот мифический персонаж, типа Прометея у греков, да, который дал людям огонь и вот всякие приколдесы, или, либо как Кицель Куатль, который был у Майи, который, в свою очередь, мы обсуждали в недавнем выпуске, который можно посмотреть. Вот всплывашка где-нибудь, нажимайте, смотрите. Но только получается более прокачанный Прометей, потому что Прометей только огонь принес, а это вообще все. Да, он вообще вот все. Потому что Китай Алиэкспресс. А его наказали потом после этого, как Прометей? Нет, некому было наказать. Что, молния его накажет? Что, молния родила? А них богов не было, видимо, до этого. Были, были, были. Были уже, да. Ну, а боги сказали, типа, красава. А боги не против были? Это же не греческие боги. Которым все не нравилось. Греческим вообще же ничего не нравилось. Они ревновали, что-то там устраивали. Что вы там делаете, там, без нас. Да, здесь, ну, дал и дал, и что это. Ну, ладно, что нам, жалко, что ли. Какая проблема вообще? Да, до сих пор эта философия держится. В Китае все могут работать. Даже вымышленные персонажи. Главное работой. Вот, то есть делаешь там ступни, ступки там, я не знаю. Все что угодно. Оглобли. Оглобли там, все что угодно. Работать. Ты правда не знаешь, что такое ступка? Я тоже не знаю. Ну, я посмотрел сейчас на картинку, которую не видим мы. И я понял, что до сих пор не знаю. Понятно. Леш, ты знаешь? Да, я примерно представляю. Ну, хорошо. Далее он вводит по всему миру налоги, и все, естественно, соглашаются. Потому что... Тоже как отказать. Да, он кайфовый чел с рогом, блин. Да налоги по-любому тоже крутая тема. Они же не знают. Да, это все классно было. Вот у меня оглобли, вот ступка. Я тут сижу в кайфах. Тогда и налоги давайте. В общем, несут ему подарки. Ну, то есть это на самом деле было, как сказать, налоги не в плохом смысле. Не сбор какой-то. Да, 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 да. Ну, как бы для благоустройства Китая. Я похорошел Китай при Хуанде вот таким. То есть искренне люди говорили. Он там плитку менял четыре раза в день. Не-не, он один раз поменял. Ну, хорошо. Короче, такой чел. По сути, нормальный, да? Под Китаем я, естественно, вот сейчас все, что говорю, я имею в виду все-таки племена. Потому что они еще... На тот момент еще. На тот момент все-таки это еще не было Китаем. Ну, какие-то китайские племена. И сейчас вкратце расскажу. В общем, в какой-то момент он объединяет Китай. В целом. Как бы в такой... В государстве. Да, в первоначальный... Ну, в первый вид Китая он его объединяет. Но до этого там появляется еще один рогатый Кентик. Отрицательный персонаж. Тоже отрицательный персонаж. Тоже с рогом. Они сражаются, и Хуанде его побеждает. Ну, так, вкратце. Там ничего прикольного. Там просто они сразились. Не поймя, откуда он появился. Такой, как он, только плохой. Антигерой. Антигерой появился. И... Не, не антигерой. Антагонист. Протагонист. Протагонист. Совершенно верно. Который ничего не придумал. Ни налогов. Ну что, просто решил захавать. Нет, какие-нибудь гадости, наверное, придумал. Он даже отобрал, мне кажется, пару штучек у них. Мне кажется, он пришел и сказал, налоги, кстати, это я придумал. А можно? Я, кстати, представляю. Это как, знаешь, битва двух прям огромных существ каких-то. Потому что рогатый там. Ну, как в кино. А он, кстати, большой был. Ну, как по величине не описывается. Просто не написано. Что, типа, гигант могучий. Два метра шестьдесят три сантиметра. Где-то так, да? Да. Понятно. Ну, на фоне китайцев, мне кажется, он очень большой. Они его думали, господи, это точно бог. Если что, я сейчас придумал просто. Такого не было. В общем, он очень много лет правил. И говорят, что триста лет. Как библейские патриархи. Прикольно. Кстати, во многих вот этих, ну, сказках мира в разных странах почему-то много где встречается вот эта штука, что люди дольше жили. Там, по двести, по триста лет. Я, кстати, верю в эту штуку. Мне кажется, что раньше реально такое было. Экология получше была. Как минимум. Как минимум экология. Во-вторых, мне кажется, сам... Ну, экология, получается, да. Я имел в виду, что сам мир был... Как сам экология. Я имел в виду, что, типа, было больше растений, было больше кислорода. Да ладно, мы же поняли, экология одним словом. И, типа, это заставляло людей расти выше, например, и жить дольше. Неревиков всегда хватало. Все же говорят сейчас то, что все болезни от нервов. Ты думаешь, тогда то же самое было, да? Ну, может, полегче жилось. Может быть. Можно, да. Телевизора, считай, не было. Было проще. Кстати, об экологии. В последние годы его правления появились новые виды волшебных животных. Ух ты. Прикол? У меня ощущение до сих пор, что ты мультик рассказываешь какой-то. Прям вот... Ну, ты никогда... Единственное, что приземляет, что это император и Китай, да? Вот остальное все как будто сценарий мультфильма. Ну, это же миф. По дважды два сейчас. Ну. Ну, ладно, извините. Извините, пожалуйста, это миф в конце концов. А он вывел их, наверное, да? Сам. Наверняка. Говорится, что они просто... Типа, все было настолько классно, что появились волшебные зверюшки. Покемоны. Покемоны. Дальше мы их узнаем как покемонов. Они потом в Японию просто переехали в какой-то момент. В общем, самые главные из этих зверюшек — это Ци Линь. Это аналог европейского единорога. И Фен Хоан. Это... Фей Хоа. Фрукт такой. Да. Это Феникс. Я думаю, вы догадаетесь. Ну, конечно. Сразу понятно же. Хотите, расскажу, как выглядели они? Давай. Это к истории никакого отношения не имеет, просто интересно. У Ци Линя было тело оленя, шея волка, хвост быка, копыта коня, разноцветная шерсть и мягкий рог, чтобы он никому не мог причинить вреда. Ой, лапочка вообще. Чистый единорог, да? Да. Только единорог мог тебя заколоть, а этот прям, получается, не мог. И, кстати, через много-много уже лет, прям через много лет... Доказать, что не существовало его, да? Прикинь, на самом деле реально миф. Нет, один китайский адмирал привез в свою страну жирафа, и все реально решили такие... Так это же оно, да? Да, да, люди реально подумали, они через весь Китай, ну там, через какую-то часть Китая провезли этого жирафа, и там люди вообще... Шея прям как у волка. Шея как у волка была, один в один. Один в один. А вы заметили, кстати, что вот прям очень во многих мифах любое какое-то волшебное животное, оно описывается как конструктор, да, из разных, типа, у всех по-разному. В игре, да, создать персонажа. Да. А я думаю, это потому что, ну, как раз-таки это и говорит нам о том, что это все-таки глупость какая-то. Потому что, ну, это реально, типа, ну, опять же, ситуация, там, дети спать, ложатся, и дед какой-то старый, ему говорят, дед, расскажи сказку. Ой, я вам сейчас расскажу, блин. Дед по чуть-чуть помнит. Да, с акетом, или что-то навернул, короче, шея, блин, волка, голова, блин, осьминога, спи, короче. А может быть, типа, что они, ну, возможно, допустим, такое было какое-то непонятное существо, ну, которое, допустим, сейчас вымерло уже. И вот чтобы описать его, просто было проще вот какими-то конструкторами описывать. А, может быть, ассоциация, да? Вот как жирафа описать, да? Ну, не умеешь ты рисовать, как ты его еще опишешь? Или, например, никогда не видел жирафа? Вот как ты опишешь его, да? Лошадь вот так попробует. Если ты никогда не видел жирафа, ты его не опишешь, я вот так скажу. Ну, то есть ты будешь отталкиваться от известных животных, да. Вот вместо шеи змея там. Да-да-да, типа того. А зачем тебе описывать животное, которое ты никогда не видел? Нет, ты его увидел и рассказываешь людям. Нет, допустим, все оно было, ты его видел на самом деле. Да, мне кажется, нет. А что, ну, значит, в эти такие шайобочки, шкура у него, шея длинная и рога, и копыта. Ну, как у кого длинная. Ну, как у кого, да. Ну, длинная, прям очень длинная. Как у волка, батья. Дед, у тебя очень плохие сказки, да? Самый грустный дед, да? Все, ложись спать. Ни хряту просто, батья. Короче, у аналога Феникса был клюв петуха. Это тоже птица была бы тоже, да? Ну, да. Ну, аналог Феникса. Клюв петуха, зуб ласточки, шея змеи, а на туловище были узоры, как у дракона. То есть, вот здесь ваша теория про дракон. Либо они были, получается, либо нет. Не, у меня больше... А как выглядят зубы ласточки? Ну, такие маленькие, наверное. Ну, такие посадка хорошая. Керамические. Керамические. Ну, слушай, а мы плавно переходим к вопросу, были ли драконы, да, сейчас? Еще пока нет. Я еще не закончил. У этой птички был хвост рыбы, спереди выглядела она как лебедь, а сзади как черепаха. Естественно, разноцветные перья везде были. Ну, тяжело ей жилось, я чувствую, по описанию. Ну, у черепахи же сзади рыбий хвост, поэтому она выглядела... Да у нее хрень какая-то просто такая вот, и все. У черепахи хвост, но там рыба. Короче. Я просто думаю, что можно ли нарисовать вообще такое, типа. Ну да, чтобы оно прям соответствовало описанию. ТЗшки. На самом деле я видел, ну, вот какую-то не фреску, а вот, ну, древнее китайское изображение этой птицы, ну, это чистый феникс, то есть никакой... Да? Да, описание вот такое. Это когда на Алиэкспресс смотришь один товар, а описание другое. Приезжает феникс. В этом случае лучше так, да. Короче, ушел из жизни Желтый Император, тоже прикольно. Он медитировал на горе, на очень высокой, сидел один. Устал жить 300 лет, конечно. Конечно, задолбался. В какой-то момент, чуть коммент не сказал, прикиньте, напишите коммент. Хочется ваш коммент, да? Да, очень хочется коммент. Подлетел дракон, Император его схватил за ус, а дракон его, ну, значит, унес. Унес в небо. Унес в небо. Люди плакали вообще. Все очень сильно расстроились. До свидания, Желтый. Что-то из этого, да. И он вот так махался. Улетал. Ну, слушай, конечно, плакали. Он там был как двигателем прогресса. Да. То все, типа, встало без него. Он там движухи навел. Но знаете, что прикольно? Они даже начали стрелять в этого дракона из луков. А попали в него. Тогда прикольная смерть. Прикольная смерть. Но в китайской мифологии дракон вообще не огнедышащий. Ну, у них драконы в целом не огнедышащие. И они скорее положительные персонажи. Чем отрицательные. Они даже больше ассоциируются с водой. У них драконы. И они, типа, ну, супермудрые и клевые ребята. Но люди, типа, настолько расстроились, что стреляли... Отдай! Да, по дракону. А император... Ну, не попали никуда. Император просто уронил свой, там, какой-то волшебный лук. И что-то еще. И все. И улетел. Все. А вот эта судьба этого лука, как-то она дальше известна? Нет. Или из него вырос... Из него что-то выросла гора, наверное, какая-то стопудовая, как минимум. И на этом-то вроде как бы сама сказка-то заканчивается. Но мы бы не были знаменитым мификал-подкастом, если бы не докопались до сути. В общем, прошли века. И в 19 веке французский ученый Альберт Этьен де Ла Купери... Да, Купери. Красиво. Красиво. Выдвинул неожиданную идею. Он долгое время жил в Китае и изучал китайскую культуру. Он пришел к выводу, что китайскую культуру создали выходцы из Месопотамии. Ух ты. Бум. Неожиданно. Точнее, из Двуречия. Он увидел сходство между иероглифами и клинописью Двуречия. Это вот Вавилон, правильно говоришь? Слушай, если я не ошибаюсь, то да. Дельгамеш и прочие вот эти ребята. Кстати, если среди нас есть любители Гильгамеша... Или, может быть, сами Гильгамеши. Или, может быть, какой-нибудь... Гильгамеш на пару, жареный Гильгамеш. Для меня вот так это звучит. Нет, это аналог, с которого списали Геракла. Угу. А мы еще его не обсуждали. Нет, я вот думаю, может быть, как-нибудь болтаем. Интересно. Да, если нужно, ребятки, вот здесь комментарии. Да, вы пишите, не стесняйтесь. Нам обычно никто не пишет. Но вот если напишите, мы как бы... Нет, там парочка была, и мы, кстати, их уже обсуждали. Да? Да. Тогда да. В общем, короче, он сделал выводы, что существовали весомые связи с тем, что Хуан Ди обучил древних китайцев всем вот этим ништякам. То есть мы опять возвращаемся к тому... Ну, это теория, друзья. Это просто теория, которая прозвучала в 19 веке. Что все-таки у него не было рога, не было четырех лиц. А вполне вероятно, что это был... Чувак просто прокачанный, приехал из другой страны. Да, совершенно верно. Ну, плюс, да, кстати, Месопотамия, она же намного раньше зародилась, и там мог, ну, этот прогресс мог дойти до того уровня, в принципе. Вообще, ну, я уже заметил, вот готовясь к выпускам, что людям очень нравятся вот эти все штуки о древних каких-то путешествиях, пересечения океанов, морей, что кто-то приехал и всех всему научил. Да потому что это похоже на правду, Дань. Ну, реально. Если честно. Вот, блин, шутки шутками, но мне тоже как будто это кажется, ну, не кажется каким-то фантастическим. Ну, мы же тоже уже обсуждали, что викинги нас переселялись в Америку, да? А Атилы, это, блин, вообще переселение, великое переселение народов и прочее-прочее. Там в Египте, в как-то... Геракл где жил? В Греции. Вот, в Греции, то же самое. Так звучит Геракл, адрес прописки. Ленин-32. Афины, Ленин-32. Когда такси вызывал. В Афинах же была улица Ленина, стопудово. Она же везде есть. Сражение вот с этим рогатым кентиком, помните? Да-да-да. Он даже сказал, что это было просто сражение двух больших войск и просто, ну, в какой-то момент вот эта вся правда, она стерлась и превратилась в сказку. Обрастала легендами. Да, обрастала легендами, передавалось все. Ну, как бы он говорил, что из Двуречья пришло огромное войско и была вот эта страшная война за территорию. Естественно, научное сообщество его захейтило вообще сразу же. Ну, ему там навтыкали. Ты дурак. Да, особенно за... Но уже, слава богу, не сжигали за такие вещи. Кстати, да, на 19 веке, слава богу. Пронесло. Особенно его втыкали за параллели в письменности. А я вот как наоборот хотел поддержать его. Смотри, я посмотрел, ну, почитал вот эти все штуки, и внешне сходства там вообще ноль. Он именно... Ну, суть-то та же. За образы, короче, он прицепился за образы. Ну и потом, на самом деле, уже современные ученые почитали, ну, как почитали, блин, почитали и разобрались. То есть выяснилось, что еще до вот этих всех событий в разных уголках Китая иероглифы, они так или иначе сами возникали. Вот. Но как бы мы никогда не узнаем. Ну, не знаю, мне кажется, это как раз-таки очень хорошо описывает китайские иероглифы, потому что двуречья Месопотамия — одно из самых первых государств, которое возникло. У них не было слов, у них были вот эти вот клинописи. Клинопись, да. И оно как раз-таки было образное. И иероглифы в этом плане к клинописи намного ближе, чем к каким-то, например, греческим словам, где прям были буквы и так далее. Да, это правда. Я вот... Молодец! Чего его захейтили? Классная теория. Ставим лайк? Ставь лайк. Ставь лайк, если... Лакупери. Дэ-лакупери. Дэ-лайк. Дэ-лайк-купери. Лайк-купери. Короче, ставьте лайки. Но на самом деле, что еще вот лично меня больше всего удивило, в начале 20 века эта теория стала популярна в самом Китае. У тебя весь мир хейтил, а китайцы такие, да все правда. Да, что, ну, на самом деле, ну, Китай, давайте вот по основам пройдемся. Китай всю дорогу был достаточно закрытым государством. Они очень ревностно относились к своим традициям, к своей культуре. И от китайцев услышать такое, что, ну, типа, да, да на самом деле мы не сами, нас, типа... Научил. Да, нас кто-то научил. Это было очень странно, но есть, как бы, этому, наверное, свое объяснение. Потому что с 17 века в Китае правило Маньчжурская династия. Слышали о такой? Да. Пару слов. Я только слышал. Маньчжурское знакомое слово. Слышал, но не рассказывал. Ты не слышал? А ты в курсе, что за Маньчжурское? Под диваном тип. Что он пока видишь, он прям не колется, не рассказывает. Давай сами обсудим. Маньчжур... Нет, слышал я, не помню, где так. Это фамилия или это народ? Народ. Это народ, точно народ. Народ. Сам я тоже мало. Итак, минута. Кто из натаков будет отвечать? Отвечает Рустам Хакимов. Принимается. А можно... Я слышал. И все. А вопрос-то какой был? Маньчжурская династия. Ну. Ну, ты сказал, я слышал. Я слышал. Ну, хорошо, расслышал. Короче, блин, китайцы были угнетены. Была такая народность, маньчжуры. Я не хочу рассказывать, потому что, на самом деле, мне хочется про них поговорить в каком-то другом выпуске. Отдельно? Отдельно. Маньчжурский выпуск. Маньчжурский выпуск, да. Короче говоря, китайцы, если прям вкратце, китайцы были угнетены. И вот эти вот три века, пока правила эта династия, там было вообще все не слава богу. Всех обычных людей их очень сильно угнетали. Но это вот как британцы, когда Китай стал, ну, якобы колонией британской. Это было хуже. Это было еще хуже. В это время мужчины в Китае были обязаны носить косы. Помните фильм с Джеки Чаном и Оуном Уилсоном? Да, да, да. Как он назывался? Шанхайский полдень. Это он, да? Да. Точно, Шанхайский полдень. У Джеки Чана была коса. Да. Только Джеки Чан еще, ну, более-менее прикольно выглядел. А у них была вот здесь все выбрито. Вот эта вот часть головы была выбрита и коса. Вот, потому что... И без косы, по-моему, не пускали там, да, у них? Я тебе больше скажу за то, что если ты отрезал себе косу или, ну, как ты ее терял, тебя могли казнить. Не то, что могли, а так и делали. А если не росла? Ну, как не росла? Как не росла? Ну, вот у меня не растет коса, у тебя уже... Нет, у тебя уже начало положено. Видишь, у тебя еще чуть-чуть вот так. У меня спереди коса будет. Вот здесь отбрить уже и, в принципе, все будет. Как у Нелетова, здесь такая маленькая коса. Мне кажется, у всех может расти коса. У всех. Конечно. Абсолютно. Короче, блин, у всех росла коса. Ладно. Из усов. Если ты сбривал косу, это все, это сразу смертная казнь. И косы их заставляли носить, во-первых, для того, чтобы можно было отличить простого человека от маньчжура. А во-вторых, они... А маньчжура не носили косы? Нет, они носили... То ли они носили укороченные какие-то версии, то ли... Ну, в общем, прически у них отличались. Отличались. Да. Тут еще важный моментик. Они не просто так заставляли их носить косы. Они хотели обычным китайцам показать, что вы, типа, слабые, как женщины. Вы нам сдались. Это женоподобно было. Да, это было женоподобно. И они так унижали три века целую страну. Ну, жестко, жестко. Жестко, да. Ну, а что, Мангуль-то-то... Так что я тебя еще не унижаю, братан. Три века унижали, понимаешь? Нормально. Ты когда про Чингисхан выпуск приготовишь? Вот и все. Процесс. Процесс. Короче, в Китае в начале 20 века образуется революционное течение. Для того, чтобы свергнуть династию Маньчжуров, они берут вот эту теорию Делла Купери на вооружение, чтобы показать, что Китай как бы не всегда был отрезан или оторван от мира, а был связан с великими, могучими цивилизациями. То есть они взяли эту теорию, чтобы... Ну, короче, в Китае же жили не только китайцы. Ну да. Там и мусульманская часть населения есть, и даосисты. В общем, там примерно пять их было. Человек. Да, примерно пять человек. Потом уже больше стало. Пять основных... Религий. Ну, не то, что религий. Короче, на пять частей разделялось население Китая. Какие-то по религиозным течениям. Какие-то классы. Да, классы, национальности, неважно. В общем, и чтобы всех объединить, они хотели вот эту теорию продвинуть, что вот этот якобы желтый император, он родитель всех китайцев, всех народов, которые живут на территории Китая. Все мы сыны его. Да, и это объединило весь Китай впоследствии. Какой это век был, Гриша? Это уже начало 20 века. Так это же вот недавно совсем, сто лет назад, можно сказать. И у них получилось, и в 1911 году произошла революция. А желтого императора, между прочим, даже начали печатать на купюрах. Фига. А сейчас есть интересные? Сейчас нет. С тремя лицами? С одним лицом. Там с одной стороны только видно было. Нет, его отрисовали просто как мужичка. Вот здесь фотка, если кому-то интересно. Да, интересно. Прикольно выглядит? Офигенно. Да, неплохо. Вот так. И образ его уже использовали не как объединителя Китая, которым он по факту являлся, а как отца всех, кто проживает на территории Китая. И меньшинств всех, и все такое. Там, наверное, не все, конечно, были довольны. А он был как, ну, как сказать, это было в религию превращалось, что ли? Нет, нет, это был... Вся отец, это звучит прям вот так вот. Смотри, это нужно было для... Короче, у любой революции должно быть свое лицо. А, это как Чи Гевара. Да, и в общем-то, да, наверное, можно так сказать. Они просто сделали из вот этих мифов, типа, то, что нас может всех объединить, чтобы мы дали отпор. И у них получилось, они дали отпор. И сейчас молодцы. Ну, сейчас да. Сейчас в Китае, конечно, коммунизм. Это недолго вся вот эта движуха продлилась, потому что там стали делать праздники, а не в честь Желтого Императора. Потом, когда пришли коммунисты, это все отмелось. Но вот сейчас, уже в данный момент, уже опять начинают возвращать вот эту теорию, что Желтый Император — это все-таки классно. Прикольно. Да. У тебя правитель — дракон. С рогом, но дракон. Мне почему-то хочется добавить ему шею волка. Хоть это и не от него, но как будто заслуживает. Потому что ауф, да? Естественно. У него наверняка было много очень крутых цитат, но запомнились только всякие ступки, оглобли и так далее. А он, на самом деле, там сидел, когда медитировал. 300 лет. Фигачил эти цитаты одну за другой. Он прям паблик мог сделать. Так он-то и сделал, называется Китай. Это же группа ВКонтакте разрослась в итоге. Да, Рустик? Не, просто офигеваю. Это же так давно было. То есть у них, по факту, особо мифических персонажей-то и не было, да? Не, было. У них очень много было. Конечно, мы бы просто тут сидели часов в 12. То есть именно им больше всех понравился Желтенький. Желтый. Он был из Китлз. Не, я так понял, почему он понравился. Потому что он стал как раз-таки подопрекой для революции. Его просто возвели в культ. Поэтому, мне кажется, это было большое значение. Видимо, не было такого смелого человека и яркого, как Че Гевары. При жизни, типа. Да, при жизни. Было, наверное, проще обратиться к каким-то... Мифам. Мифам, да. Потому что и религия все-таки там разная. Ну да. В основном в Китае на основе одной религии, условно, как делаем крестовый поход, чтобы идти во имя одного бога, ну, не получилось бы. Не весь Китай бы объединился. А здесь был взят мифический герой. Хотя, может быть, и вовсе не мифический. Ну, рожденный от молнии. Давайте так. Кто считает, что это был все-таки мифический персонаж? Ты же, блин, поддерживал, что это чувак, который реально существовал. Нет, я... Турки, они такие... Турки, они такие до него. Ты все-таки думаешь мифический. Потому что, ну, уж слишком он прям много всего сделал. Уж слишком он какой-то был. И смерть его на драконе унесли. А, то есть, как политики взялись за него, ты думаешь, многое напридумывали про него? Ну, вот интересная теория, да. Так. А я, наоборот, думаю, я больше соглашусь с того, что он месопотамец. В том смысле, что все-таки... Месопотамец, блин. Был такой человечек, конечно, не мутант, да, который бился с еще одним мутантом, который просто появился такой же и чик-чик-чик. Да не просто, я просто не рассказал. Не рассказал, там есть предыстория. Да, небольшая предыстория. Нет, я думаю, все-таки на пустом месте такие вещи не возникают. Но этот человек был однозначно, и он принес информацию там из-за речки. Такой ученый, который... Из-за речки. Из-за речки вообще. Из-за дуречки. Из-за дуречки. Из-за дуречки. Из-за речки. Алексей, ваша версия? Ну, я тоже в целом поддерживаю эту теорию. Может быть, она была... На самом деле, он там не из Месопотамии пришел. Может, он еще откуда-то мог прийти. Кто там рядом с Китаем тоже были развитые цивилизации. Россия. Ну, более развитые, чем... Россия. Россия. Оглублю он оттуда принес. Месопотамии вовсе, но мог точно прийти откуда-то, как мне кажется. Но он был очень умным. Уже потом, спустя время, когда он уже умер, его личность обрела такие более мифические... Потому что тогда не было же, грубо говоря, никаких там бумаг, интернета. И просто люди из уста в уста передавали. И получился уже вот такой четырехликий рогатый мужик. То есть, может быть, он даже и не изобретел всего того, что было, а просто ему приписывали уже в дальнейшем. Такой тоже вполне... Может, он что-то изобрел? Там, оглоблю. Оглобля коснется, а дальше пошел. Ступку, ступку. А дальше уже пошел полет человеческой фантазии. И получилось то, что получилось. Единственное, что не вызывает сомнений, то, что от молнии он родился абсолютно точно. А так? Останавливается возможный миф. Шея волка оставляем? Оставляем. Тоже очень достоверно. Это не его, конечно, но мы оставим шею волка. По крайней мере, у меня в сознании. У нас сегодня 3-1 будет, потому что я тоже так считаю. Потому что китайцы, блин, склонны к тому, чтобы накидывать вот эти все богоподобные штуки. Цинь Шихуанди, опять же, кто не смотрел? Гляньте. Я вообще предлагаю обратиться ко всем зрителям. Поддержите этот выпуск. Потому что с китайцами все очень плохо получилось в первый раз. А выпуск хороший. Вот давайте за этот выпуск максимально много лайков, чтобы все узнали про желтого императора. Да, друзья, поставьте, пожалуйста, нам лайк. Вам не сложно. А нам счастье. Мы каждому лайку радуемся. Рустам напивается каждый раз, но ничего страшного. Колодезной воды в дюпель. Ходит потом осипший. Но самое главное, ребят, это комментарии. Ваши, которые мы прям все читаем. И ждем предложения ваши про кого, про что, про какие мифы, легенды и богов хотите послушать в следующий раз. Да, здесь система очень простая. Вы проявляете активность, у нас появляется мотивация делать. Мы делаем, мы будем делать лучше. Чем больше будет активности, мы знаем, что у нас отражаются телефоны и камеры в, что называется, зеркале. И в наших глазах. Да. Ну, кроме Рустама, все были в курсе. И чтобы улучшать качество, нам нужна активность. Большего от вас не просим. Если хотите убрать Айдара из подкаста, пишите в комментариях также. Больше уберите Айдара, как бы это хэштег. А давайте так, давайте так. Кто за то, чтобы убрать Рустама, пишем в комментарии Рустам. Кто за то, чтобы оставить Айдара, пишем Айдар. То есть я без вариантов. Ну и кто хочет увидеть Лешу, тоже пиши. Да. Ну и конечно же, конечно же, самое-то главное, подписывайтесь на канал. Потому что чем больше у нас... Не зря он попал к нам, кстати. Он подписался на канал, и мы его позвали. Да. Я был главным комментатором. Матч ТВ. Слушайте, у меня есть еще несколько интересных фактов. Из твоей жизни уже. Буквально вот вчера случай был. Но про Китай. Я, наверное, их оставлю на выпуск про маньчжуров. Давай, хорошо. Мы сделаем его как-нибудь. Я не буду сейчас все рассказывать. Сразу после Чингисхана. Сразу после Чингисхана. Нет, так не дождитесь. Друзья, это был Мификал подкаст. Рустам Хакимов, Айдар Нагуманов, Данил Пересторонин, Алексей Стрельцов. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова